7 февраля мы получили положительное заключение от службы строительного надзора, к которому мы стремились долгих 10 месяцев. В этой работе принимали участие и проектировщики, и управление капитального строительства, и коллектив больницы очень переживал и ждал. И кроме этого, конечно же, наши жители города ждут события, когда мы запустим наш лифт. Для города это очень значимо, потому что, во-первых, мы решаем массу проблем и по доступности, и для детей, и для доступности маломобильных групп населения. Считаю, что мы с достоинством прошли этот период, конечно, он был непрост. На сегодняшний момент мы готовы к эксплуатации лифта. На следующей неделе мы будем встречать наших посетителей. Сегодня мы ждем поданное заявление в архитектуру города Назарова, в администрацию, и мы ждем последнего документа о вводе лифта в эксплуатацию. И только после этого, на следующей неделе, имея на руках этот документ о вводе в эксплуатацию, мы откроем лифт для всех. А можно, коротко, в чем основные сложности были? Вот вы говорите, так долго ждали, столько пережили. В больнице раньше было 6 опасных объектов, это лифты. Ну, вы знаете, в каких отделениях они находятся. А реконструкция вообще впервые затронула эти два здания, детскую поликлинику и взрослую. Особо опасные объекты, для них и особо опасные требования. Здесь современные методы отсушивания лифта, все здесь начинено современным оборудованием, противодымная вентиляция, которая нигде в городе у нас еще не применялась. Надеемся, что будем изучать все эти новшества с коллегами и пользоваться ими достойно в жизни. То есть все сделано для обеспечения безопасности наших пациентов.